Если вы когда-нибудь отгадывали кроссворды, то уверена, что на вопрос французский рогалик из 8 букв, вы смело отвечали круассан, и это правильно, делюсь рецептом настоящих французских рогаликов. Французские рогалики или круассаны. Традиционный французский завтрак или перекус кофе. Не скажу, что это очень легкий рецепт, но и особых трудностей в их приготовлении не вижу. Главное, соблюдать некоторые нюансы. А еще, использовать хорошее сливочное масло, ведь именно оно придает им тот самый вкус, обо всех подробностях в пошаговом рецепте. Необходимо соблюдать схему сложения теста при прослаивании, чтобы слои формировались правильно. Список ингредиентов, в конце видео. Подготовьте ингредиенты. В емкость для замешивания теста влейте теплую воду, молоко, всыпьте дрожжи, размешайте до растворения дрожжей. Всыпьте просеянную муку, замесите тесто. Влейте к тесту растопленное сливочное масло, вмешайте масло в тесто. Вкусняшки, подписавшимся. Накройте тесто пищевой пленкой, поставьте в теплое место для брожения на 4 часа. Пока тесто подходит, подготовьте сливочное масло для прослаивания теста. Для этого скалкой расплющите масло между двух листов пергамента. Придайте маслу форму квадрата со стороной 15-17 см, уберите в морозильную камеру. Через 4 часа тесто увеличилось в объеме в 2-2-5 раза. Для этого раскатайте тесто в прямоугольник размером более, чем в 2 раза превышающий подготовленный масляный квадрат. Аккуратно освободите масло от пергамента, выложите в нижнюю часть прямоугольника, накройте масло свободной стороной теста. Хорошо защипните тесто вокруг масла. Разверните тесто так, чтобы сгиб остался слева и очень аккуратно, стараясь не порвать тесто, движением от центра к краям, раскатайте тесто снова в прямоугольник. Подверните края теста к центру сверху и снизу. Сложите тесто пополам, уберите в морозильную камеру на 20 минут. Через 20 минут снова повторите раскатывание и складывание, уберите в морозильную камеру на 20 минут. Достаньте тесто из морозильной камеры, раскатайте в прямоугольник, ножом для пиццы разрежьте на 4 части и каждую из этих частей еще на 2 части по диагонали, получится 8 треугольников. Сделайте небольшой надрез в каждом основании треугольника. Отверните в стороны концы надрезов в основании треугольника, сверните в рулончик от широкой стороны к узкой. Выложите рогалик таким образом, чтобы узкий кончик теста остался внизу, слегка изогните в рожок. Выложите подготовленные рогалики на лист для выпечки и смажьте молочно-яичной смесью, выпекайте в духовке, разогретой до 180 градусов 20 минут. Французские рогалики круассаны получились необыкновенно ароматными, слоистыми, воздушными, их можно присыпать сахарной пудрой. Вкуснее тем, кто подпишется. Ингредиенты Молоко 50 мл Вода теплая 125 мл Дрожжи сухие 6 г Сахар 20 г Соль 5 г Мед 10 г Мука пшеничная 250 г Масло сливочное 82-5% 150 г 25 г В растопленном виде В тесто 125 г Для прослаивания Яичный желток 1 штука Для смазывания Перед выпечкой Молоко 1 столовая ложка Для смазывания Перед выпечкой Количество порций 8 Комментируем, лайкаем или дизлайкаем Подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала Удачного дня!